С утра народов практически не было на стоянке, но к обеду уже подтянулись. Уже практически вся стоянка забита машинами. Здесь тоже машины. Народ уже купается, а мы пошли в горы погулять. Пройдем по этой дорожке, туда повыше и погуляем своих собачек. Раньше, когда не было той парковки, все люди вот здесь стояли. Мы тоже как-то стояли вот здесь несколько дней и жили в машине. Прошли немножко вглубь леса. Здесь вот течет ручей, который протекает рядом с купелью. Также здесь вот в лесу есть тропы. Здесь вот идет тропинка. Она идет на гору и там по горе она еще проходит. Мы гуляли здесь зимой пять лет назад, именно там по горам. Там наверху есть какая-то хижина и мы когда наверху гуляли, из-под снега вылетел тетерев, прямо чуть ли не из-под ног. И так было красиво, эпично. Вот. Ну и на протяжении всего как бы пути есть всякие вот такие вот лавочки. Сейчас вот в этом году похолодало, да, пораньше. Сегодня уже какой-то 23-й, наверное, сентября или 24-й. Я уже сбился со счета. Вот. И похолодало. На улице всего лишь плюс 10 градусов, как бы нос мерзнет. Вот. И у нас соответствующей одежды нет. У нас мы все толстовки одели на себя, которые только были. А курт так мы не брали, потому что мы на юга ехали. Мы не ожидали, что будет так вот холодно. Поэтому гулять сейчас прохладненько, но все равно прикольно. А зимой здесь гулять просто супер. Вот когда здесь снегу по поясу. Вот эту дорогу чистят и вокруг вас лежат такие шапки, снежные шапки. Вообще здорово здесь. В этом месте очень много водится косуль. И вот мы можем видеть с вами вот здесь вот тропа. Вот они то ли спускаются, здесь постоянно попить. То ли поднимается. Очень много здесь косуль. Я сегодня с утра когда ходил гулял Альбико и Санту. Вот я прям видел три косули. Ну гуляли, паслись просто рядом, буквально там в двухстах метрах. Вот. Но они прошли по открытому месту. Потом в кусты зашли и все. Больше мы их не видели. Такая вот уже здесь дорожка полуразбитая. Вот асфальт уже практически нету. Вот она так вот идет 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 идет. Там все выше, выше, выше поднимается в горы. И там где-то вот между горами будет место. Там даже стоят кормушки для этих, для косули. Сейчас посмотрим. Дойдем до них, посмотрим. Прошли еще повыше в горы. Смотрите уже здесь как какая красота начинается. Такие вот маленькие деревца. И они уже вот макушки у них желтеют. Уже начинается осень. А здесь вот старый лес такой большой. Видимо здесь была вырубка и здесь уже лес пророс. А здесь еще такой старый и он прям надвисает над дорогой. Прикольно. Альба радуется. Альбине жарко, как на югах. Он бегает, скачет, прыгает. То есть, ну вообще... Да, Илья? А ты хочешь поймать Альбика? Давай поснимаем его. Альба? Альба? Он какой радостный. Бежит. Альба? Молодец. Только не надо в нас врезаться, да? Пойдем гулять дальше. Молодцы, дети. Бегает. Ильян тоже радуется, бегает, прыгает. Устали мы немножко от жары за месяц. Конечно, в Греции погода была нормальная. Не так было жарко, как вот в Турции. Зря мы поехали туда. Так, для общего, для общего, как бы, круга обзора нормально. Но я думаю, что в Турцию надо ехать намного позже. Где-нибудь уже, наверное, в октябре, в ноябре. Потому что в сентябре очень много народу. И там еще жара. Будь здоров, как бы, в Турции. Мы дошли до того места, где стоят кормушки. Сюда насыпают корм. И, видать, ну, это зимой, наверное, подкормлют. Летом смысла нет. Здесь даже для птиц кормушка висит. Вот. Такие вот домики. А если пройти вот туда, вот за поворот, видите, там есть место для пикника. Сейчас туда подойдем, посмотрим, что там есть. Вот такое вот место здесь для пикника. Из бревнышек сделаны такие эти горшочки. И здесь вот такая вот клумба. Это 525 очки. Вреди, еноты, ласки всякие. Какие-то ласки, лиска, брюшки. И здесь вот есть источник. Вот такой. Даже вот здесь какая-то птичка. Ну, это должно быть, знаешь, здесь быть эти шахматы. Шахматы украли, остались камушки. Так вот рассохло, да, тоже бам. Лесна, дамма. Все здорово сделано. Все сделано для людей. Солнышко пригревает, вообще супер. Если в Турции солнышко жарит, испепеляет, то здесь она пригревает. Хорошо, вообще хорошо. Классно, вообще классно. Вообще, в этом году мы погрелись хорошо. Сначала в Греции погрелись, поплавали, да, лан. Потом в Турции еще поплавали. Единственное, что мы вот там в Турции, это мы краба не выловили, который убежал, зараза. Такой краб был здоровый. Вот, не смогли. Пока я бегал за сачком, краб уже убежал. Мы решили подняться на гору, которая находится рядом со стоянкой. Вот видите, вот там внизу стоянка. Мы решили вот подняться сюда. Сейчас поднимемся на самый верх и покажем вам, что здесь видно с этой горы. Мы поднялись практически на самый верх. Вот еще есть выше, можно будет сейчас подняться. Посмотрим, вот там лошадки стоят, там пасутся или олени. И вот смотрите, какой замечательный вид открывается на горы. Горы уже все в снегу. Вот видите, беленькие шапки около облаков. И вот здесь вот коломены, деревушка, вот находится прямо вот внизу, в низине, да, вот и вокруг нее горы. Мы поднялись на самый верх горы и перешли через самый верхний участок. Здесь вот люди ходят по тропе. Вот и с этой стороны у нас открывается обзор на другую уже деревню, которая находится с другой стороны горы. Называется она Лучки Купили. И вот там можно, видите, вот там есть спа-отель. И там за деньги можно понаслаждаться термальными бассейнами или ваннами. Я не знаю, я там не был. Но местные говорят, что вот с этой стороны в бесплатном термальном как бы вот этом источнике вода лучше, чем вот там в том вот спа-отелье за деньги. Вот не знаю, насколько это правда, но местные вот так вот сказали. Возвращаемся обратно. Ильян устал, начинает уже капризничать, уже не хочет идти. Прошли мы пару километров. Очень все замечательно, красиво. И воздух здесь обалденный. Пришли с гулянки, спустились в гор. Мама, Оля, Оля сделала такую макарону с помидорками. И здесь вот рыбные котлетки. Короче, кушаем потихоньку. Товарищи дети пошли искупаться. В Купиль залезли, теперь оттуда не вытащить. Вот пытались сейчас вытащить. Или она вообще ни в какую не выходит. Вот все там сидит и сидит. Очень теплая вода. На улице холодно. Где-то в районе 10 градусов. И из воды вообще не хочется выходить. Народ сидит здесь, купается. Целый день. На берег. Как только говоришь ему, что давай выходи, он сразу начинает, типа еще, 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 еще. Или шапка мокрая очень. Шапка вообще мокрая. Шапка полностью мокрая. Ну-ка, дай-ка. Не надо, не снимай. Сейчас. Не снимай. Сейчас, иди. Вот так нельзя делать. Рот надо закрывать. Одевай шапку, иначе выходишь. Оля, ты такая плохая родитель. Почему? Четвертка не подтопила. Включил печку. И сейчас пойдем купаться. Видим, как поехать дальше. Решили с утра искупаться. Мои уже пошли. Я несу полотенце. Сейчас тоже залезу в воду. Сегодня с утра холодно. Ночью было всего один градус. Смотрите, как парит вода. Мы залезли, наконец-то, в термальный бассейн. Приехали дядьки с большими камерами. И тоже что-то снимают на YouTube. Походу, корейское телевидение какое-то. Потому что они все такие, на корейцев похожи. Сегодня с утра прохладно. Второй день уже приходит. Сегодня прохладно. И очень здорово пар идет с воды. Видно пар прям. Да, Илья? Что скажешь? Нравится тебе? Интересно? Классно, да? Вот сейчас наплаваемся и поедем в Варшаву. Съездим в столицу Польши. Алан там себе хочет еще что-нибудь присмотреть в школе. Все? Поплавал? Нет. Можно выходить? Нет. Короче, Илья нам настолько нравится плавать в этой теплой воде, что его практически из этой воды не вытащить. Вчера там с такими слезами. Мама его вытаскивает с воды, а он цепляется за Алана. И, короче, там все поплыл. Короче, он не хочет выходить. Хочет плавать, плавать, плавать. Я пойду за бутылкой. Блин, плавать, тепло. Выходить в другой дубах. Вообще жесть какая-то. Мы зимой, когда купались, тут бежали потом до машины. Потому что очень холодно. В теплой водичке пригреешься, а потом выходишь. Вот сейчас где-то около 10 градусов тепла. Но все равно, ну, так нереально. Просто нереально. Всем с добрым утром. И мы покидаем коломенный термальный источник. Вот за два дня то, что мы здесь были, с нас никто не взял ни копейки. Хотя два года назад с нас по 2 евро в сутки брала тетенька. Здесь ходила, собирала. Может, она тут не работала. Вот, может быть, она здесь и не работала. Дорога не очень здесь такая хорошая. Как бы вот. Но буквально она здесь вот где-то 500 метров такая вот. Не очень хорошая. Потом уйдет уже асфальт. Смотрите, звездом стоят. И зимой здесь вообще, помню, как чуть ли не колея была. Ну, сейчас все равно вот она, вижу, что подсыпана. Раньше еще хуже было. Раньше здесь грязюка была, пипец. А сейчас вот она подсыпана, но все равно вот есть такие вот ямочки. Ну, проехать, проехать. Элементарно, короче, вот так. То есть будьте готовы, когда хотите приехать перед самым источником. Будет вот такая вот не очень хорошая дорога. Так что сейчас мы выезжаем в Коломены. Потом через лучки купели. Выезжаем через гору. И поедем дальше. То есть мы поедем сейчас по красивейшим местам через гору. И покажу, короче, немножко. Там даже будем проезжать мимо водопада. Но я думаю, что сейчас он не очень в хорошей форме. Потому что, может быть, воды быть мало. Провели мы несколько дней здесь. Всем все нравится. Здесь место очень хорошее. Можно и гулять. Можно в любое время года сюда приехать. Потому что здесь в любое время года можно покупаться в теплой водичке. И погулять по горам. Даже по сугробам. Мы зимой гуляли. Дорогу основную чистят. Так что погулять не заставит никакого труда. Очень хорошее место. Всем советую. Особенно если у вас есть животные. Приезжайте здесь с животным раздолье. Наши здесь гуляли. Считай, все холят. Собачьи кушают. Так что здесь место хорошее. Даже можно погулять по городу. Можно погулять. Даже можно погулять по деревушке. Сходить из одной в другую зиму. Посмотреть, как живут местные. И посмотреть на домики, на коттеджики. И сделать что-нибудь. Вот с этой горки мы зимой катались на ватрушках. Тоже очень здорово. Все классно. И здесь в деревушках даже есть пару магазинов. Но они такие сельпо. Но купить основные продукты здесь без проблем. Приезжаем мимо спа местного. Местные лучки купели. Вот здесь очень много стоит машин. Тоже, видимо, популярное место. Сюда тоже многие, видимо, приезжают поплавать. Не только в бесплатной, а еще и в платной. То есть такой вот здесь местный курорт. Тоже с водичкой. А здесь еще где-то желтенькое было. А, церковь. Ну, это в конце. Аквавитал парк. То есть еще аквапарк такой здесь есть. Вот такой, видите, вон там бассейны. Они тоже дымятся, тоже термальные. И тоже в них можно плавать прямо на улице. То есть такой вот здесь вот есть платный, а где мы были там, и платить вот никому не надо было. Все, выезжаем из лучки и едем вот через горы, как я обещал. Поедем через горы потихонечку и будем здесь вот наслаждаться видами. Хотя можно было проехать через Дружимберок по нормальной дороге, но вот здесь есть дорога, она лесная, и по ней тоже можно проехать. Проезжаем мимо Арабского града. Вот кто здесь не был, обязательно, обязательно к посещению. Мы как-то здесь в семнадцатом году были и брали даже экскурсию. Вот он. Очень классный замок, и там внутри, ну, очень классно все сделано. Вот, и экскурсии недорогие. Ну, это да, этот замок интересный. Да, называется Арабский град. Там, короче, экскурсия происходит снизу, и так идете, идете, все поднимаете, 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 и заканчивается самой высокой точкой на этом замке, и оттуда просто обалденный вид открывается. Сходите, не пожалеете. И в этом замке снимали фильм «Граф Дракула». Мы сейчас снова едем по бесплатной дороге, по горам. Не поехали мы по платной, потому что, как вы помните, у нас нет виньетки. И мы выезжаем из Словакии в Польшу по бесплатной дороге. Вот и заканчивается у нас Словакия, один километр до границы Польши, вот знак был. Так что, все, выезжаем из Словакии и выезжаем в Польшу. Еще на одну страну, мы ближе к дому, и через пару дней мы уже приедем домой. Раньше здесь проверяли машины, ну а теперь здесь проезжают все. Все. А здесь фотографировали? Да, 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 да. Вот все. Республика Польска. Здравствуйте, Польша. Мы приехали в Польшу, 7-12 с начистою дизель. Это, если по курсу пересчитать на евро, получается ровно полтора евро за литр дизеля. Проезжаем Катавицы, вот такая вот дорожка объездная в Катавицах или в Катавицах, ограничение 70, но особо заторов никаких нет. Следующий город у нас Чинстохова, а потом будет Варшава. Из таких вот, из больших. Ну, Лодз еще будет немножко левее. В Польше хорошие дороги. Практически везде два ряда в каждую сторону, два-три, вот как здесь. То есть много выездов, заездов, всяких магазинов, кафешек, гостиниц. Прямо на каждом шагу. То есть, если вам надо будет переночевать, тут прям видишь ночлеги, ночлеги, ночлеги. Заправа куча. Вот здесь почему-то топливо чуть подороже. Здесь 7,19, а мы заправлялись по 7,12. Вообще молодцы поляки, что они стали задирать ценник на топливо. Очень выручает. То есть, вот, например, если смотреть, как и венгры подняли, и там те же словаки, там очень вот, Серпия, там очень бьет по карману. Я не понимаю, неужели правительству не пойти на какие-то крайние меры и убрать от СИЗ налог там какой-то из этого, из этой цены, да, и сделать нормальную цену для людей. Нет, будем тратить по полной. Вот как у нас тут в Балтике. Почему так? Иначе. Сейчас у нас 17.41, и мы уже приехали в Варшаву. По этой дорожке довольно быстро мы доехали. Не то, что в прошлом году, когда мы поехали с Закопана через Краков, Варшаву целый день, и приехали только уже в 9 часов вечера. На этот раз поехали, выбрали другую дорогу, и не прогадали. Приехали намного раньше. Пробок нигде не было, было только в районе Катавицы, там небольшие вот такие скопления машин, потому что там много светофоров, а так вообще больше нигде ничего не было. Всем привет, я всех вас рад приветствовать на вечернем дегустации пива, и сегодня у нас будет испытуемые зубы, наливаем, я уже банку открыл, она у меня упала, начала во все стороны фонтанировать, и мне пришлось ее открыть. И вот, давайте посмотрим, какой цвет у этого пива. А цвет очень красивый, смотрите, прям янтарный, ни одного пива такого цвета не было, который мы дегустировали в этом году. Прям такой янтарный, янтарный, янтарный. Прикольно. Сейчас посмотрим, что там написано на этой банке. Так, зубр, пол-литра, и, ну, алкоголь 6%. Что-то я там это взял, такой прям крепкий. Сейчас попробуем. Вот так особо не чувствуется, как будто 5 оборотов. Вообще пьется легко, даже никакой горечи нету в конце. Вообще прикольно. Завтра, если у меня будет болеть голова с утра, завтра я вам расскажу. Значит, мы сейчас в Варшаве, встали около Касторамы. Вот, начали прямо около КФС. Походили по магазинам, сначала сходили в Кастораму, строительный магазин, посмотрели, что у них там у поляков есть. Конечно, товар отличается. В Польше, конечно, товар, блин, совсем другой и по другим ценам. У них здесь такие двери продаются, ну, уличные для домов. У нас такие, у них цена на дверь получается, там, где-то 370 евро. 370 евро, 400 евро. У нас такие двери по штуке стоят в Эстонии. То есть, вообще, цены, конечно, совсем другие. И выглядят двери такие, ну, эти, достойно. Ручка такая большая, такая стекловая, всю дверь от низа до верху. То есть, ну, такая полоска. Ну, прикольно, вы знаете, как в домах. Такие двери с этими хромированными, такими нержавеющими вставками. То есть, ну, есть темные, есть светлые. То есть, ну, всякие есть. Прикольные. Ну, вот. Пока что цены еще, но и ламинат у них-то вообще, там, какого только нету. Просто, там, любой, там. Ну, Польша, это как Китай европейский. Тут все есть. Вот, походили, погуляли, посмотрели. Много чего есть, конечно. В нашем магазине бедные эстонские по сравнению вот с этим вот Касторамы. Ну, я не знаю, завтра, может, что зайду в Леруа. А, завтра уже все. Завтра воскресенье, завтра Польша ничего не работает. Кроме продуктовых магазинов. Вот, так что завтра никуда не зайду. Вот так. Так что завтра только на рынок. Вот до дома у нас осталось тысячу километров. А сегодня у нас предпоследняя ночь, которую мы проводим в машине. Завтра у нас будет последняя ночь в этом летнем путешествии в нашем самодельном автодоме. На удивление вообще Зубург оказалось классное пиво. Даже вот 6 градусов. Ладно, всем спокойной ночи. До завтра. Увидимся завтра. И пойдем на рынок смотреть, что там есть. Все. Всем до завтра. Всем пока. Пока-пока. Всем доброе утро, народ. Проснулись мы в Варшаве. Уже где-то минут 40 назад погуляли всех своих питомцев и попили чай. Кофе у нас закончилось. Два пакета кофе мы выпили, пока путешествовали. Вот на этом самом месте мы полтора месяца назад купались. Я, Илья и Оля. Но водичка сейчас градусов, наверное, 10. Через 200 метров наша великая страна начнется, Эстония. Перед отъездом я здесь землю разбрасывал. И вот здесь у нас, смотрите, какой урожай. Огурцы висят. Уже не огурцы, а кабачки.